Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема памятная. Записка Синоду РПЦЗ. Продолжение. Часть 2. Остающиеся в эмиграции должны приложить все силы, чтобы создать равномерность, делиться телесным с теми, кто все полагал на духовное. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения. Книга Деяний 11.29-24-17. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался исполнять в точности. Галатам 2.10. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Римлянам 15.25, 1 Коринфянам 16.1, 2 Коринфянам 8 и 9 главы. Создать независимый фонд под руководством тех, кто всей своей жизнью, жертвенностью доказали несребролюбие, бескорыстие, нищелюбие, любовь к Богу, к людям, к России. Дать ряд массовых доступных публикаций на эту тему. Провести сбор средств на создание христианских поселений, соделав часть из них частично монастырями. Все это необходимо уже сегодня заложить в проект будущего возрождения России. Подчиняя все единой цели, призыв к покаянию, принятию Христа. Для чего необходимо установить два абсолютных, недосягаемых иными вещами авторитетов сознания всех людей, священства и мирян. Авторитет Христа и авторитет Библии. Чтобы каждый епископ-пресвитер, имеющий дыхание, мог сказать словами святого Иеронима Стридонского. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. И как заповедовал святой Иоанн Златоуст, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 2.13, притча 36. Евангелие от Иоанна 5.39, 1 Тимофеев 4.16. Сусновин 1.8, Матфея 22.29. Шестой Вселенский Собор, 19 правила. Пятое. Создать несколько книжных издательств и в глубине Сибири, а не только в центральных городах. Массовый тираж брошюр и книг, как «Горькие плоды сладкого плена» Зои Крахмальниковой, в объятиях семиглавного змея, пред судом Божьим и труды отца Льва Лебедева и отца Георгия Эдельштейна. А главное – Новый Завет и молитва слов. Только в подлинном смысле всеобщая проповедь евангелизации, открытие правды затормозит отравление души сердец лужью от иизма и сотрудничавших с палачами. Шестое. Создание мужского и женского монастыря, хотя бы пока по одному. Часть женатых священников и мирян могли бы согласны для пользы церкви, по взаимному согласию разойтись и принять монашество. Новые и наиболее ревностные кандидатуры на пост епископов. Необходимо обязательно рассматривать, каков послужной список этих кандидатур в доперестрочное, в допуческое время получили ли они удары, раны и тем паче ставшие исповедниками за веру в распятого и воскресшего. Если были такие награды, грамоты, то за что, от кого? Святые отцы все это тщательно учитывали, как было во времена святого Каприана Карфагенского, когда за отпадших могли ходатайствовать исповедники, и слово их имело вес. Часто наравне и даже иногда выше святительского. Тем более опыт страданий давал видеть искренне или притворно просят единения падшие. Это необходимо ныне восстановить в отношении приходящих из московской патриархии. Сохранить нераскрытую часть каталкобной церкви, дав им еще несколько тайных епископов, не менее трех, кто весьма неохотно и ныне легализуется. У них свой опыт конспирации, молитвенного подвига, архиепископ Лазарь. Тайную типографию пока никак не выявляет. Заранее озаботиться о положении церкви в грядущие, еще более жесткое и, вероятно, всемирное гонение на голубицу, невесту Христа. Кадры антиминцы. Исключительно важно именно ныне, буквально сегодня, покаяться в небрежном обращении с книгой правил, ни под какими человеческими вывесками и отговорками не оправдывать свое проклятое небрежение. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Пророк Иеремия, 48, 10. Шестой Вселенский Собор, правила 1, 2, 14, 5, 19. Седьмой Вселенский Собор, правила 1, ввести везде полную катехизацию и крестить только по уставу. Апостольское правило 50, шестой Вселенский Собор, правила 84, по уставу с полным троекратным погружением в воду, другого, более благоприятного момента освободиться от пролюбодейного семени, может просто не представиться. Смотри 1 Ездру и книгу Ниеми, как там тогда отпустили все иноземных жен. Книга правил должна стать такой же доступной, как и Новый Завет. Ввести в обязанность пастырям говорить о правилах соборов, как о евангельских чтениях. Всемирно оберегать молодое поколение от разлагающего влияния мира, телевидения, радио, порнографии, табакокурения, карты подобного. Скаутские лагеря в этом отношении – заразительный, отрицательный пример бездуховности и вседозволенности. Не нарушать посты церкви, целомудрия и стыдливость, призвать из сундуков староверческих, единоверческих. Тщательно разузнать, у кого какой талант, и развивать его, не щадя ничего для юности, посвящая все Христу. Готовить проповедников истинных будущих пастырей-миссионеров. Создавать христианские, православные, трудовые, неигровые станы лагеря. 10 августа 1992 год. Синод.